Добрый вечер дорогие телезрители! Что еще можно об этом сказать? Но перед тем, как начать наш эфир, у нас есть вопрос, связанный с шашками. И он будет задан специально для вас, дорогие телезрители. Если вы увлекаетесь шашками или, возможно, нет, у вас есть блестящий шанс сегодня получить вот такой небольшой приз. Это у нас лучшая программа для подготовки к соревнованиям и повышениям спортивного мастерства по шашкам. Итак, а вопрос будет очень простой. Сколько действующих гроссмейстеров по шашкам есть у нас в республике? Если вы знаете правильный ответ, звоните к нам по номеру телефона 421439. Мы ждем ваши ответы. Да, звоните и выигрывайте эту замечательную компьютерную программу. Называется «Аурора Бориалис», кстати, написанная нашим земляком, которой пользуются многие шашисты. И давайте перейдем к нашим гостям, ну и, собственно, к нашим героям, к нашим чемпионам мира. Гаврил Коврисов и Николай Струщков. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, о завтрашней встрече мы поговорим чуть позже. Расскажите, когда вы встречались в последний раз и чем завершилась ваша встреча? Добрый вечер. Мы с Николаем играли в последний раз в прошлом году на чемпионате Европы. Ну, там тоже в блиц-программе, молниеночной программе. И я там смог одолеть соперника. Ну, до этого еще множество раз встречались в различных соревнованиях. Ну, результат, по-моему, где-то 50 на 50. Последние лет 10 примерно так, примерно равные. То есть, пока мы не можем сказать конкретный прогноз на завтрашнюю вашу встречу. То есть, кто из вас победит. Ну, кстати, многие, вот мы немножечко посмотрели на форумах, да, нет такого конкретного, да, мнения вообще любителей такого вида спорта, как шашки, кто из вас победит. Видимо, все-таки силы-то у вас практически равные. Да, равные. Статистика об этом говорит, да. Но на последнем чемпионате мира, да, который был в Санкт-Петербурге, да, вот когда вы встречались в финале. В Санкт-Петербурге мы играли матч в 2014 году с Николаем. И тогда он меня выиграл и завоевал титул чемпиона мира. Чемпиона мира. Николай, для вас, Гаврил, наверное, все-таки он чуть постарше вас будет, да, он был, наверное, для вас практически кумиром, да, когда... Каково это, да, допустим? Вы уже... Да, Гаврил, это как бы живая легенда шашек. Он первый раз стал чемпионом мира в 17 лет. Это как бы никто так рано не становился. Это рекорд считается. И, ну, как бы для меня тот матч, конечно, был очень каким-то событием большим. И это... Ну, конкретно вот этот матч, ну, я считаю, наверное, все-таки вряд ли шансы равны. Потому что все-таки в коротких программах известно, что Гаврил очень, ну, как бы, особенно силен. И, ну, у меня чуть меньше результатов именно в коротких программах. Так что, наверное, все-таки я считаю, что уже говорилось, шансы предпочтительнее. Чуть-чуть, чуть-чуть. Да, но игра, кажется, конкретная игра кто угодно. Тем более, что программа молниеносная, да, и 40 минут всего дается, да, на 6 матчей, да, насколько я знаю? На одну партию 2 минуты каждому шашисту плюс 2 секунды за сделанный ход. То есть всего будет сыграно 6 матчей, да? 6 партий и 3 микроматча. 3 микроматча по 2 партии. То есть будет достаточно такое динамичное, да, сражение между вами? Ну, Блиц это вообще динамичный, да. Да, то есть это должно быть очень интересно телезрителю. Именно поэтому, наверное, это все будет освещаться именно в прямом эфире. Ну да, Блиц, конечно, зрелищнее, чем обычная классическая игра. Которая может длиться там несколько часов, да? Вообще, да, считается, что за молниеносным, за Блицем это, ну, как бы, будущее. Потому что он смотрибельный, это интересно для зрителей и для телевидения, может быть, как-то тоже вот, как именно Блиц. Ну, более телевизионный вид спорта, да, такой, скажем? Да, да, и то, что вот если по 40 минут длинная игра, конечно, сложно показать как он-то по телевизору. Тем не менее, мы ведь все видели, когда был такой массовый ажиотаж вокруг матча за звание чемпиона мира по шахматам, да? Вот когда играл Корякин и Магнус Карлсон, да. И вот тогда каждые новости, по-моему, начинались со счета, да, партии этих гроссмейстеров. Да, 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 просто в России давно не было уже несколько чемпионов. Да, чемпионов мира, да. Ну, то есть, да, претендентов, и поэтому это освещалось очень широко. Гаврила Николаевна, скажите, между вами есть все-таки дух соперничества? Ну, мы соперники только за доской, а в жизни мы друзья. Он мне как шашечный брат, можно сказать. Ну, вы вместе, наверное, тоже на многих турнирах вместе ездили, да, выступали за родную республику. Да, мы каждый турнир вместе ездим. И, конечно, хоть бы, как говорил мой друзья, но каждая партия, это всегда очень принципиально. Мы всегда никогда, ну, заранее не договариваемся на ничего, всегда играем. Да, каждый играет на победу, и... То есть, все-таки это принципиальная встреча, да? Конечно. И завтра тоже мы ждем, конечно, такой острой борьбы и интересных матчей, конечно же, да. Я думаю, вот даже человеку, который, в принципе, да, знает только ходы, может быть, да, в шашках, может ли это быть интересным, действительно? Ну, за этим матчем будет следить вся республика, не только республика, но и на сайте. Да, весь мир может. На шашечных сайтах уже идет реклама. Весь шашечный мир будет следить за этим матчем. Да, очень интересно, действительно. Николай, а скажите, пожалуйста, вот не зря же, да, у нас Гаврила называют шашечный король, и вас, по-моему, уже в некоторых средствах массовой информации так называют, да? Вот вы считаете самым главным, ну, вот, наверное, какой, фишкой, да, или как сказать, в чем? Особенность. Да, техники именно Гаврила. Чем не владеете вы, да? Наверное, есть какие-то секреты, или, может быть, в плане характера, может быть, в плане навыков. Может быть, более агрессивно играет, кто-то ожидает больше. Наверное, суперагрессивный в стиле игрок. Гаврил, да? Атакует, да, любит, да, атаковать, и как-то вот всегда под напряжением находишься в партии с ним. Не дает расслабиться, да? Никогда не дает расслабиться, да, в любой позиции он изыскивает, даже с виду уже какой-то простой, он всегда что-то может найти, и до последнего, допустим, будет нагнетать. Я в этом плане, я, допустим, более спокойного стиля игрок, и вот. Это тоже особенность характера, тоже, да, сказывается на проведении. Я не верю, что Гаврил, да, такой агрессивный человек. Но вообще очень сложно понять, вообще, шашки и агрессия, где здесь может быть, да, вроде за такой спокойной настольной игрой, да, когда все сосредоточены, и все равно, оказывается, есть и такие эмоции, да. А скажите, пожалуйста, про Николая, что можно сказать, вот в чем его перспектива вообще? Ну, Николай последние годы показывает очень хорошую игру. Он вот новоиспеченный чемпион, действующий чемпион Европы. В прошлом году завоевал титул чемпиона. Ну, показывает очень хорошую игру, он хорошо считает, за доской работает. Ну, он говорит, что немного по стилю игры он спокойно, но я бы так не сказал. Он тоже любит атаковать, выискивать где-то моменты, чтобы выиграть соперника. А бывают такие ситуации за доской, когда человек может спровоцировать соперника? На неправильный ход или на слишком быстрое принятие решений и так далее? Бывают, да. Бывают. Это какие-то такие тактические хитрости, там, как бы в любой игре есть, и в шашках тоже. То есть, такие какие-то незаметные там... Нюансы есть, да? Да, нюансы. Какие-то ловушки можно подстроить, да. Ну, а вообще считается, что якутская шашечная школа одна из лучших в мире, и не зря говорят, что якутские шашисты – это лучшие в мире, да? Вот вы с чего, когда вы начали заниматься именно шашками и почему? Ну, я с пяти лет играю в шашки. Потом занимался у знаменитого тренера Кышка Николая Николаевича. В школьные годы первыми успехами были комбатный чемпионат СССР «Чудо шашки». Потом в личном чемпионате мира выиграл среди кадетов. Ну, потом в 96-м году среди взрослых стал чемпионом мира. Вам тогда было? В 96-м году мне было 17 лет. Всего 17 лет, да? 17 лет уже чемпион мира. Замечательно. А Николай, когда ваши первые успехи были? Вообще я играю, вот, начало с первого класса. Семи лет, да? Да, в школе был урок шашек, и вел его как раз мой и нынешний тренер Конан Василий Кентич. Это тоже один из ведущих тренеров республики, детских тренеров. И, ну, результаты постепенно так, в принципе, пришли. 10, где-то в 12 лет я стал чемпионом мира среди кадетов, потом 14 серединиров, ну и так далее. И первый раз чемпионом мира среди мужчин я стал в 2006-м году в Казахстане. Мне было тогда 20 лет. Тоже, тоже очень ранний старт, да, как мы видим, да? 20 лет тоже чемпион мира. Это, мне кажется, достаточно хорошее достижение, да, отлично. А сейчас уже четырехкратный чемпион мира, а Гаврил семикратный. Ну, мне кажется, это замечательно. И пример для многих. А скажите, пожалуйста, я знаю, что уделяется очень много внимания именно детскому спорту среди детей. Дети вроде бы, они же увлекаются практически в каждой школе, есть доска, и дети во время перемен играют. Но я знаю, что вы уделяете огромное внимание, Гаврил, этому, именно популяризации детского спорта. Да, детские шашки в республике очень развиты, очень популярны. Ну, мы постоянно ездим по улусам, даем мастер-классы, сеансы, проводим турниры. Я вот в новогодние праздники, каникулы проводил турнир в честь отца, в памяти среди детей. Потом в середине января провел турнир на свой приз. Вот так работаем для популяризации шашек, для пропаганды. Да. Напомним еще раз, дорогие телезрители, что завтра в 21.00 у нас на канале НВК Саха, Саха-24, сразу после прямого эфира «Весна» на НВК, смотрите суперматч Гаврил Колесов и Николай Стручков, семикратный чемпион мира против четырехкратного. Я думаю, это будет очень интересно, не пропустите обязательно. Даже если вы не любите и не знаете, как играть в шашки, обязательно посмотрите, вам понравится.